Всем привет, друзья! С вами Андрей и Максим. Итак, сегодня у нас новая рубрика на канале «Угадай сборную по клубам». Итак, сегодня я приготовил Максиму пять сборных, которые играли, ему сразу такую подсказку, на отборочных к чемпионату Европы 2020 года. Это значит, будут европейские пять сборных. И вот по последним их матчам я взял их составы, прям точь-точь, и сегодня Максим будет их угадывать. Ну как, Максим, тебе сразу лёгкую сборную или потяжелее? Давай тяжёлую сразу. Так, ну тяжёлую, давай тяжёлую. Так, схема этой сборной 4-3-3. Угу. С двумя цепешниками и один цапник. Угу. Так, давай центрального нападающего. Итак, центральный нападающий у нас из Фейнорда. Фейнорд. Угу. Фейнорд. Так, ну, чуть-чуть подумать. Ну типа я, я же могу сразу говорить сборную, если я чё-то думаю? Не, ну мысли слуха, это конечно можешь думать. Только когда ты будешь называть, ты говори прям, типа, я готов к ответу. Всё такое, типа. Угу, хорошо. Так, Фейнорд. Чисто теоретически, кто может быть нападающим? Ну лигу знаешь, в которой Фейнорд находится? Да, ну это голландская. Угу. Может быть Швеция? Это твой ответ? Сама сборная, да. Нет, это не сборная Швеции, у тебя осталась последняя попытка. Ладно, давай центрального защитника тогда. Левого или правого? Давай левый центральный. Это Хаддерсфилдтаун из английской премьер-лиги. Угу. Ну я тебе могу такую подсказку дать. Ты сейчас вот попросил центрального нападающего и центрального защитника. Они, кстати, не братья, но одна фамилия. Угу. Ну вот чё-то типа легче, но я не знаю, по идее легче должно быть. Ну вот если бы ты прям попал вот именно... Это легкая сборная, конечно, но интересная она. Где-то есть прям вот тяжелые, хорошо, ты хотя бы в этих попадаешь. Есть тут и посложнее игроки. Но вот если ты бы в одного хотя бы попал бы, в двоих бы, это бы уже понятнее было. Ну ладно, рискну, так сказать. Ну пусть Голландия будет. Нет, это не сборная Голландии, это сборная Дании. В нападении у нас и Йоргенсен, и в защите тоже Йоргенсен. Вот если бы, например, в Цапника попал бы, Эриксон был бы, так понятнее. Есть Делани из Дортмундской Боруссии. Ну вот надо было, как это, ещё тыкать. Итак, идём дальше. Теперь тебе, может быть, полегче такую сборную дам. 4-2-3-1. Два Цапника, один Цапник и двое на флангах. Ну давай Центрального нападающего также пойдём. Челси. Челси? Угу. Европейская сборная. Угу. Нападающий Челси. Но это уже как-то полегче всё-таки. Так, значит, это 100% не Гуаин, а Нападающий Челси. Центральный. Центральный. А кто, блин, Центральный может быть? Давай Центрального защитника. Левого или правого? Левого. Барселона. Левый. О, угу. Левый защитник Барселоны. Так, это уже что-то поинтереснее реально идёт. Тут уже как-то полегче будет думаться. Да, я попробую так сделать. Тебе лёгкое-сложно, лёгкое-сложно. Вот сейчас тут лёгкое. Ну что, получается Испания? Это твой окончательный ответ? Да. Нет, это не сборная Испании. Блин. Но можно ещё позиции пооткрывать. Сборная Франции. Да. Да? Да. Там был Жеру и Ум Тити. О, прикольно. Хоть кто-то угадал. Так, идём дальше. Теперь вот посложнее, наверное, вот это всё-таки будет. Итак, схема 4-3-3, также с центральным атакующим полузащитником и двумя ЦПшниками. Давай нападающего. Хофенхайм. Центрального. Хофенхайм. Так. Хофенхайм. Нападающий. Европейская сборная. Германия может сразу, если сказать? Нет. Левый центральный защитник. Бешикташ. А, Бешикташ. Бешикташ. Хм. А кто вообще в Бешикташ играет? А-а-а. Чё-то все забылись. Ну, может ещё какой-то. Так, кто же может быть? Ну, дай правого центрального. Ливерпуль. Ливерпуль. Так. Это уж полегче чё-то. Э-э-э. Не немец чё-то. Так. А кто у них ещё есть? Так. Кто-хто-хто? Ливерпуль, Ливерпуль, Ливерпуль. Так. Ливерпуль. Ливерпуль, Риверпуль. Э-э-э. Это что ли Голландия? Это твой окончательный ответ? Ну, давай, всё. Голландия. Нет. Это сборная Хорватии. В нападении был Крамарич. Слева в защите Вида. И в центре Ловрен ещё справа был. Так. Ну, теперь следующая предпоследняя сборная. Может быть, теперь, вот, мне кажется, она тебе будет полегче. Итак, схема 4-3-3. Без царпников просто три цепешника. Центрального полузащитника. Прямо центр центральный. Челси. Челси. Ну, это, кстати, неплохое попадание. Прямо центральный центральный в Челси. Ну, именно в этом матче, в этой сборной, он играл именно в центре-в-центре. Именно игрок из Челси. Так. Ну, давай. Нападающего центрального. Центральный нападающий из итальянской Сампдории. Угу. Так, ну, есть теория. Чё это может быть? Ну, пока не совсем уверен. Ну, скажи, не будем пока засчитывать за ответ. Так, ну, может, давай Италия. Это твой окончательный ответ, да? Да. Да, ты угадал. В центре был Жорджиньо, а в нападении вот эта легенда, можно сказать, у него много карточек, ему 35 лет, вроде Куаглиарелла. А, ура, угадал. Так, и последняя сборная. Как ты понял, она уже потяжелее будет. У неё схема 4-3-3. Ну, в общем, как и с итальянцами было, тоже с тремя центральными полузащитниками все. Угу. Давай нападающий центральный. Леон. 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 Так, ну, интересно, это я попал хорошо или не попал? Ну, я бы не знаю, я бы, если бы так бы попал бы, я бы не ответил бы, наверное, сразу. Ммм. Европейская сборная, европейская, европейская. Ну, это ещё тот факт, что мы прям не сильно таки следим за французским чемпионатом и за Леоном. Давай левый нападающий. Ну, здесь вот можно сразу тебе сказать, что не попал прям точно ты. Фулхэм. Угу. Ну, прррррр. А Фулхэм это у нас чё? Это АПЛ. Да? Интересно. В этом сезоне они вроде вышли из чемпионшипа и в этом сезоне играют в АПЛ. Ну, 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 ну. Давай этого центрального левого защитника по классике идём. Ливерпуль. Ливерпуль. Так, вот это уже полегче. Это я, наверное, попал. Ну, можно сказать и так. Так. Ну, 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 Ливерпуль, Ливерпуль. Давай Голландия. Да, это сборная Голландии. Ура! Хоть где-то эта Голландия впихнулась. Я вот думаю, может, посередине ролика, может, поменять всё-таки надо было сборную, а то ты два раза её называл. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И давайте, если наберём 20 лайков на этом ролике, то мы сделаем либо вторую часть угадывает, чтобы Максим сборный по клубам, либо он угадывает будет клубы по карточкам. Вот это, наверное, ему всё-таки будет намного тяжелее. Не с первой попытки он там угадает. Ну что ж, спасибо тебе, Максим, за то, что принял участие. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok